Здравствуйте! Сегодняшняя лекция посвящена минимизации энергопотребления микроконтроллера. Прежде всего рассмотрим особенности энергопотребления этих самых микроконтроллеров. Для того, чтобы в этом разобраться, надо понимать, как же работают данные микроконтроллеры, из чего они состоят, как же они построены. Большинство микроконтроллеров построены по так называемой МОП-технологии, комплементарной технологии, которая основана на применении пылевых транзисторов. Общаясь на эти схемы вот такого вот вида. Это схема инвертора. Из чего она стоит? Она стоит из двух разных пылевых транзисторов. И работает следующим образом. Когда на узле 1 у нас 0, данный транзистор закрыт, этот транзистор открыт, напряжение питания у нас здесь, ну фактически можно считать здесь закорочено, и здесь находится напряжение питания, которое падает полностью на данном транзисторе. И здесь получается единица. Если же у нас наоборот здесь единица, то этот транзистор закрыт, этот транзистор открыт, фактически у нас узел 2 закорочен на землю, и здесь у нас 0. Когда один из транзисторов закрыт, то у него настолько большое сопротивление, что ток через эти транзисторы не течет. Остается один маленький момент, когда оба транзистора переключаются, момент переключения из нуля в единицу или из единицы в ноль вот этого нашего устройства. В этот момент ток все-таки протекает. В этом можно убедиться, если произвести моделирование в системе микрокап. Как мы можем видеть, вот он единица, это первый узел, это сигнал нашего генератора. Двойка, это второй узел, это сигнал у нас на выходе. Как мы можем видеть, он инвертированный, но здесь с небольшими огрехами. Сверху же мы можем видеть ток. Как мы можем видеть, ток у нас, причем с достаточно большими амплитудами, протекает только в момент переключения транзисторов. Следовательно, чем выше тактовая частота, чем чаще переключаются транзисторы, тем больше потребление тока происходит в нашем микроконтроллере. Значит, для того, чтобы уменьшить потребление тока, нам нужно просто уменьшить тактовую частоту нашего микроконтроллера. Хорошо, на этом пока остановимся. Перейдем к следующему варианту уменьшения энергопотребления микроконтроллера. Это различные режимы пониженного энергопотребления. Собственно, у микроконтроллеров обычно есть три режима. Первый – это активный режим. Это основной режим работы микроконтроллера, в котором он потребляет максимальное количество энергии и при этом работает, выполняет какие-то действия и так далее. Далее есть некий режим ожидания. В этом режиме он уже в несколько раз меньше потребляет тока. При этом отключается центральный процессор, но продолжает функционировать периферия. И микроконтроллер может буквально за несколько атактов проснуться и перейти из режима ожидания в активный режим по огромному количеству различных факторов, по прерыванию от таймера, внешнего прерывания и так далее. Этот режим можно использовать для того, чтобы микроконтроллер меньше потреблял в тот момент, когда ничем не занимаетесь. И есть режим останова. В этом режиме выключается практически весь микроконтроллер. Остается включенным только отдел, который отвечает за режим прерывания, причем не за всех, а обычно только с какой-то одной конкретной ножки. И только при подаче сигнала на эту одну конкретную ножку у нас микроконтроллер выходит из режима останова, при этом обычно программа начинает выполняться заново. Но в этом режиме микроконтроллер потребляет наименьшее количество энергии. При этом, правда, как вы понимаете, и скорость выхода из данного режима значительно ниже. В итоге зачастую приходится решать задачу, что выгоднее работать на низких тактовых частотах и при этом выполнять работу медленно, либо имеет смысл включить высокую тактовую частоту, быстро выполнить работу и перейти в один из режимов понежного энергопотребления, это режим ожидания или режим останова. В каждый конкретный момент эта задача решается по-своему. То есть, возможно, когда-то лучше работать постоянно на низких частотах, а когда-то лучше, наоборот, выполнить работу предельно быстро и затем прийти, скажем, в режим останова и практически не потреблять энергоресурсы. В общем-то, на этом с потреблением энергии все. До свидания.